всем привет ребята очень рада вас видеть на моем канале это вот злоб из парижа тут знаете такая каша полнейшая всего что произошло больше чем за неделю наверное здесь будет и господи мой финн является только сушил гол здесь будет приезд моей сестры какое-то время с ней время после время когда я была одна в общем много-много всего как обычно мой инстаграм будет здесь я очень буду рада вас там увидеть тут будет инстаграм бренда там я тоже буду очень рада вас видеть и все ссылки будут внизу на гид и так дальше поэтому жду вас приятного просмотра сегодня очень дождливый день я как всегда иду с кофе зонтом у меня все ноги уже мокрые просто насквозь нет и вот это две таксы две таксы мы идем кайли свою весна ждет ему скучно и он уже хочет лишь бы выйти хоть куда-то я пока убирал еще в дом айвис написал хочу приду к тебе домой буду помогать тебе убирать мне скучно я ему не ответила я думала это странное предложение а весна ты убирай что лет вот вам пуз лёшина боже как красиво как я все-таки люблю осенью мы сейчас обсуждали с айвисом и лёшей что они говорят было бы красиво если было бы солнце но я считаю что солнце все уроду а если я рассказываю что ты хотел бы солнце я говорю что солнце все уроду и почему роду смотри какая оранжевая листа сейчас идеально паризу идеально подходит такая мрачность ниже но с такими теплыми оттенками лист это будет думать солнце и тогда будет такой теплый оттенок а тут смотри диссонанс между мраком такими темными оттенками у меня нет диссонанс и он с такой теплой листовой она не теплая она тоже волосы за не ты похож на кого на роберта паттинсона типа с этой прической из какого-то фильма такого ты типа эдвард калин недавно попался рилс про эдварда калина он сюда типа садился фильм там показывали разные моменты из фильма и он всегда вот так садился как будто он разваливается алё сегодня в париже просто ужасная погода и мы с сашей гуляем под дождем поэтому влог такой будет зонтиками я хочу пойти в тюлери сейчас вместе идея контента которые мы будем реализовывать смотрите саша в тренче моем фисун студию и ей кстати очень красиво вообще он идет всем саш помнишь как мы тут сидели пили вино это было романтично скажи да и вы чуете украинцы поручно мы идут мы на что-то не у паризе а украине мы уже полностью мокры у меня мокрые ноги саша вся мокрая в тренче но она тоже у меня мокрая просто этого не видно но ноги у меня просто насквозь мокрые а мы гуляем буквально полчаса сегодня такая занятия реально погода не для прогулок но очень красиво мне очень радость я волосы дождет мы саша уделит к картину а чьян чьян сосис дончик и степик и и и и и и и и это просто весь день где-то происходит ремонт ну нам это не помеха сейчас хочу показать вам наши самые большие бестселлеры вещи которые чаще и больше всего покупают у нас в осенний период начнем с пальто пиджака я люблю носить его вот так поднимать ворот вверх мне кажется так выглядит очень красиво очень так по парижски я бы сказала шикарно я например в этом пальто планирую ехать в украину потому что в длинном наверное будут дороги сложно так как я буду брать наверное всего лишь одно пальто с собой на это время а это выглядит просто шикарно его можно носить конечно же и с опущенным воротом но тогда бы я делал что-то с горлом сюда и вот так мне очень 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 нравится видна ли вам текстура ткани вот так и сблизи но это просто шикарная ткань очень приятная к телу и очень теплая так что это мой абсолютный фаворит у нас их раскупили можно сказать и осталось по-моему а вот этого или два или три и длинного тоже или два или три какого-то два какого-то три то осталось просто шикарно сейчас примере длинное я даже не знаю куда мне ловить дальше показать вам его в полный рост так как у нас сейчас жарко я сбылу шею но я бы сюда конечно же закрыла шею и мне нравится все застегнутом виде и в расстегнутом и в расстегнутом виде и я также люблю поднимать ворот мне кажется с поднятым бортом выглядит очень какая красительная обожаю я тут делала маленькую распаковку но я уже все распаковала поэтому покажу вам распакованный вариант это такая вот красивущая сумка это chanel vanity case мне нравится как она выглядит сзади такой красивый красивый винный цвет сейчас снимем вот эти все наклейки снимаю так потому что до не залез на меня и поэтому мне вот такой вот обзор я не знаю я не знаю я не знаю что когда побреешься ты похож на бога на полу бога саш ну ты богиня в этом пиджаке настоящая парижанка вот скажите за что такой стиль идет больше чем предыдущий вот это я называю порция картошки которая мне нужна идеально да мне кажется я бы смогла сама съесть такую картошку просто на раз-два не ходила по этой аллее наверное пару лет идем сашей к башне сегодня очень солнечный день сколько бы ты ни была в париже ты все равно идешь к башне да без нее нельзя смотрите какие у нас серьезные игры попкорн это Леша сделал он ушел что ты Леша? делается нормально это обувь за такую что у людей Инна покажи ту новую лягу господи вот этот момент обувь это полная жесть это лоферы я добавлю как они выглядят на сайте и каждый раз когда я их обуваю у меня так красятся ноги честно говоря это просто какой-то прикол и вообще должно ли быть так это нормально что обувь настолько красит я выставила это видео на тикток оно там набрало очень много просмотров да кстати у меня есть тикток который я веду немного тайно потому что я хочу попробовать как бы наработать аудиторию там с нуля вот у меня такой план ну неважно это видео вызвало диссонанс у людей со всего мира все просто в шоке и пишут что их там туфли Prada, Chanel, Hermes тоже красит обувь и я просто в ужасе неужели это нормально когда вещи люксового сегмента так себе ведут в носке не знаю что вы думаете по этому поводу напишите мне пожалуйста также из таких новостей я скоро еду в Украину не знаю следующий влог будет из Украины или через влог будет из Украины в этот раз я еду ненадолго как всегда какие-то дела делать что-то по шиву у нас закончилась ткань пальтовая пальто очень все любят я очень рада что пальто заказывают просто во всему миру все жду фотографии клиентов наших в наших вещах мне всегда так приятно когда пишут люди что им очень нравится что там их парень, муж еще кто-то, друзья в восторге мне очень это приятно и поэтому проапгрейт мне душ скажем так мне нравится как мы сидим смотрите хотела показать как мы с дочкой сидим за банку так 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 давайте так мы пришли в нашу любимую пиццерию Леша все также ест странную пиццу с медом джемом непонятно с чем она я всегда ем одну и ту же фисташку я почему-то вот фанат мортаделла и фисташек пока, Леша съешьте пиццы в Италии взяла новую булку в нашей любимой булочной надеюсь на будет вкусная шоколадно-фисташковая Тони в общем знает что в китсуне дают собакам вкусняшки он это запомнил он каждый раз вот так лезет чтобы ему дали дочь не догонит проходим лувр и посмотрите сколько людей мне кажется я давно такого не видела как-то после лета когда были олимпийские не было людей немного привыкла к тому что на улицах людей действительно мало много только полиции а сейчас вот такая ситуация мы гуляем с дончиком и с сашей мы с сашей пришли на поиски лукового супа для нее и посмотрите просто какое огромное меню я такого большого в париже еще не видела я буду есть тартар саша получила свой онион суп сейчас мы узнаем нравится ли ей все еще этот онион суп было смешно я заказываю тартар и говорю мне тартар без лука потом говорю и онион суп и мне она такая онион суп тоже без лука и галине онион суп с луком это не мне у нас сашей сегодня полный френч мы очень редко заказываем десерты но сегодня именно тот день и это профитроли в шоколаде как будет выглядеть мой идеальный вечер сейчас боже ну какая то милая собака ну как вот перестать на нее смотреть я постоянно фотографирую донни потому что я считаю что он очень классный мой кроссовчик мне пришла такая красивущая упаковка от гизу я можно сказать амбассадор наверное бренда я не знаю я постоянно получаю самые классные новинки которых еще нет в магазинах и в этот раз это новый их блеск уже такой знаете легендарный он со вкусом вишни просто очень крутой он яркий очень пигментированный и увлажняет губы реально наверное на часов 5 точно я вообще фанат их продукции мне конечно вот этот именно оттенок мне кажется не идет я очень люблю кокосовый видите у меня уже больше половины нет это тоже была лимитка по моему кокосовый уже не купить вот кокосовый просто невероятный тоже его даже приятно нюхать хочется съесть вот этот блеск скоро будет в сифоре я думаю и он конечно шикардосный если сможете найти вот этот кокосовый тоже очень сильно советую потому что я его очень сильно люблю как вы успели заметить вот так мы пришли в телескоп пить кофе есть банана бред с катюшей и с айвюшей айвюшей ты и с дуантиком а куда ты с дуантиком вообще он думает господи кто ты кати рассказывай уже сразу надо нам катя рассказывает как проходит поиск работы во франции поиск работы во франции это отдельная больная тема для многих людей которые сюда переехали особенно так минималка 1400 в париже нет подожди а какая минималка минималка в париже то 1400 1700 1400 минималка а вот мне интересно скажи сколько ты платишь за аренду жилья за квартиру да как как это так подождите сейчас я в шоке это как ты же в отношениях все выше извините да но я ну получается мой сожитель платит просто побольше мой парень мой сожитель платит побольше чем я а ты в центре же живешь а какой так дешево квартиру нашли ну она не стоит 50 сколько стоит квартира 1800 а все потому что я мало зарабатываю в моем блоге я буду просто какой-то бомж студент ну слушай а та жизнь я делаю очень очень грустное лицо хорошо выглядишь вот ну короче я имею ввиду что реально есть компании маленькие у них нету денег и они из себя делают вид то что они просто пупы земли то есть что они там просто вы получите у нас нереальный опыт хотя на самом деле они просто из тебя все соки выжмут ты будешь в toxic work environment и лучше всегда выбирать мне все нормально будет если честь нет во франзе помнишь как ты работал в кафе да какая была зарплата в кафе ты тоже там работала мы разное время там работала а какая зарплата была 300 ставка была 300 евро в неделю если я работал по полной программе то есть 5 дней недели подожди это получается 1200 в месяц да что? у меня было не малками не малками тысяча двести да но это было не совсем официально ну как это было официально но я был типа на парт time то есть это у нас счет за отопление в месяц зимой 500 евро ну да были тяжелые времена очень сложно и ну слава Богу сейчас ты богач Нет, я познакомлюсь с твоим бывшим, который мне в Польшу психикат. Я получила только что посылку с Space NK. Я заказала ее вчера. Я не знаю, как она так быстро пришла. Опа! Я заказала кисточку из новой лимитной серии. У них каждый год выходят новые палетки и палетку. Самую светлую. Дракон. Я решила, что я хочу научиться краситься и буду пытаться что-то как-то научиться. Это самая светлая палетка, которая там была. Я немного, конечно, не разбираюсь, какая мне нужна. Светлая, темная. Ну, логично, что не темная. А вот средний оттенок или самый светлый, я не знаю. Но я взяла, получается, самый светлый. Здравствуйте, как это открыть? Как-то открыла? Не так, да? Как обычно. Пока собираюсь, хочу вам показать мой самый любимый консилер. Я его покупаю уже очень много лет. Это, наверное, моя банка десятая. Вот, как только заканчивается, у меня всегда есть запасной. И это не реклама, к сожалению. Так, ну что, если честно, если честно сказать, я вообще не вижу разницы. Я сделала макияж одной стороны. Вот этой. А тут я вообще ничего не делала. Разницы практически нет. Щека какая-то рыжая у меня получилась. Возьмем розовое, мое любимое румяно. У меня есть любимое румяно, которым я не изменяю много, много лет. Это вот эти вот розовые Диор. Они уже выглядят просто ужасно. Но я их все равно очень сильно люблю. Добавим сюда чуть-чуть розового. Ага. Ну как? Лучше? Ну тут вообще ничего нет. Как-то телефон отклеивается. Как-то я не знаю. Видна разница? Так, но снимаю как могу. Давайте, давайте. Сегодня воскресенье. И мы будем пить кофе. Пойдем пить кофе. Это будет какая чашка, Ин? Моя вторая твоя. Моя пятая уже. Пятая? А куда ты пила кофе? Дома, эспрессо, машина у меня. Пять? Четыре? Ну где-то четыре уже выпила, да. Ну ты можешь себе и без кофеина пить. Да, возьму. А то я спать не буду. Не, я только одну пила. У меня закончились вкусные капсулы мои. Мне надо купить мои ванильные. Так, и макияж. А ну заценим. У тебя пришла палит кауэр глаз, правильно? Да, но это я первый раз пробовала. Ну смотрите, как красиво. А ну. А я ничего почему не сделала. Я не поняла, что надо делать. Я отрела видеоролоку такая. Не, ну я сразу заметила, что тебе макияж красивый. Мне кажется, я не там скулы пыталась нарисовать. Не, все красиво, все там. Подписчики, напишите. Все, иди вдаль. Ну я выгляжу так старее, да? Нет. Ты выглядишь так еще лучше просто. Куда уже лучше, можно сказать. Ну можно еще лучше. Мне Саша сказала, я фотки скинула от того, что у меня получилось. Она говорит, попроси, пусть я Даша научит. Она же мастер. Я мастер? Да, она лифтый мастер получила. Так что, смотри, мы собираемся, а ты меня учишь красть. Хорошо. С радостью. Ну что, ты профи? Конечно, профи, но я вообще-то только себя крашу. Нет, так ты будешь показывать на себе, а я буду пытаться поставить тебе работу мастера. Какая противная собака. Good morning to the cute tip. I'm looking very nice. Нельзя одеться красиво из-за вот этой вот собаки. Из-за что неделю ты одна? Даже больше уже, наверное. Вот это его мамчишь, нянчишь. Как красиво. Уже поставили колесо. Даша тоже снимает. Что ты, куда клетишь? Динга-бау, Динга-бау. Динга-бау это Динга-бау спать китайский. Ко мне вернулся парень просто из Китая. Учим китайский вместе с Дашей. Все, Инна, здесь уже мы можем быть с собакой? Да. А вот почему я так спешила. Потому что запрещено. У меня же нет документов. Я поняла. Ты любишь выходные? То есть не любишь, а я люблю. Тебе не понравился порт, а мне понравился. Окей. Тогда будет Хельм свой любимый город? А ты любишь Хельм? Ну, нет. А я ненавижу. Я не люблю. Тогда я люблю. Анна, поехали, поехали. У тебя сегодня хочется увидеть этот город еще раз. Пойти в бедронку зайти, в жабку. Нет, в бедронку я, а ты свой смак. Саша, пойдем двойной. Только заканчивай видео, это слишком длинный. Пока. Также в этом влоге Леша уезжал в Италию, и я оставалась одна с Доней. Леша встречался там с своими родителями, и я вот реально была с Доней нон-стоп одна. Я поняла, как это сложно. Было такое, что я уже оставалась с Доней одна, но на такой длительный промежуток времени такого еще не было. И это было реально сложно, потому что я его никогда не оставляла дома одного, всегда носила с собой. А на выходные в нашем районе просто невозможно протолкнуться и пройти. Мы живем в таком людном районе, модном, назовем его так, куда все приходят, приезжают, так как тут много всяких кафешек, модных, прикольных мест. И да, это было очень сложно. Мы вообще не могли нигде пройти, никуда протиснуться. И так как Доня одного оставлять дома невозможно, он гавкает. Мне жалко соседей. Я везде, реально, куда бы ни шла, брала его с собой. Поэтому я очень рада, я очень рада, что Леша вернулся. И, конечно, наноситься с Доней очень сложно. Я, кстати, заказала себе вот такие заколки для French Twist. Это сейчас такая модная прическа, когда ты просто закручиваешь там волосы, закручиваешь волосы. У меня не получается ее сделать. Может быть, я заказала какие-то слишком большие заколки. Не знаю, на мои короткие волосы оно как-то слабовато, слабовато. Леша привез нам с Доней булочки из Италии. Одна мне, одна Донечку. Мы сейчас будем пробовать. И Доня ворует носки, если вы хотели знать. Вот эту он вез из Неаполя. Она такая полусвежая. Эту из Рима, она более свежая. Леша стоит, ждет, смотрит, как я буду есть. Вот это на вкус как с творогом. Такой пирожок с творогом. Мне кажется, что это даже реально творог. Ну, такой, как творожная масса. Ну, это вечная классика. Это не может быть невкусная. Это будет очень вкусная булочка. Нет, Тони. Вау. Ну, посмотрите. Какая красивая осень. Посмотрите. Прям пахнет осенью листики эти. Что еще хотела рассказать из такого последнего интересного. Я хотела бы улучшить свой словарный запас, если так можно сказать. Я занимаюсь прямо с репетитором по английскому. Но этого как бы недостаточно. Это больше разговорный английский. Это больше такое, знаете, как называется, господи, слушание. То есть я на слух очень хорошо все воспринимаю, да. Разговариваю нормально. Хотелось бы иметь крутой запас слов. И мой преподаватель посоветовал мне читать Шекспира. Я заказала себе несколько книг. Гамлета я практически закончила. Он такой очень простенький, можно сказать, примитивный. Но отсюда я для себя вынесла очень много новых слов. Просто я читаю и выписываю новые слова. Так что да. Для тех, кто хочет пополнить свой словарный запас, я советую тоже купить какие-то такие книжки, которые по своему объему небольшие, но по наполнению они очень вам помогут в том, чего вы хотите добиться. А если это расширение словарного запаса. Такое умное лицо можно не каждый день увидеть. Посмотрите. Вы никогда не узнаете, что этот гений делает. Бесячка такая, знаешь. Этот тигр. И сзади какой-то волк идет. Смотрите, как стильно я шла и увидела, я в восторге. А это повторуха, блин. Что-то повторуха такая. Вроде бы как бы нормально, да, выглядит. Сели вверху хорошо. Это 25-й. Но они короткие. Я не хочу, чтобы они были такие короткие. Очень сложно найти джинсы, потому что они или короткие, или широкие. В одной из двух. Так, еще одна модель. Но она тоже очень большая. Не знаю почему. Хотя мне фасон очень нравится, но к размеру имеются большие вопросы. Это похоже на мокрых маньяков из «Один дома», мне кажется. В Заре. Посмотрите, в Заре просто будущее. Берете чек. Вот так все выглядит. Шикарно. Вот такой у меня сегодня обед. Хот-дог. Дончик. Хочу сказать всем спасибо за ваш просмотр. Я была очень рада провести этот влог вместе с вами. И до очень скорой встречи. Спасибо за комментарии. Очень вас обожаю. Просто обожаю. Субтитры подогнал «Симон»